Издательство Клевер. Анна Джейн. Поклонник. Елене Полигенько, которая с самого начала. Рядом. Каритас Омния Кредит. Любовь всему верит. Пролог. Боль. Каритас Омния Кредит. Несмотря на молчаливое осуждение стылых звёзд, рассыпавшихся по тёмному небу. Но парню не было дела до ветра и холода. Он не замечал звёзд и не слышал сумасшедшего стука собственного сердца. В самом конце ничего этого не замечают. Глядя на пылающий огнями осенний город, он записывал голосовое сообщение на телефон, почти касаясь его корпуса потрескавшимися губами. «Это последний раз, когда ты меня услышишь, и я хочу, чтобы ты не сохраняла эту запись, а сразу удалила её. Вторая моя просьба. Запомни мой голос и мои слова. Запомни меня таким, каким я был в наши лучшие моменты». Он судорожно вздохнул, замолчал на несколько секунд и хрипло продолжил. «Знаешь, я ведь никогда не верил в любовь. Это казалось мне полным бредом. Так, выдумка для идиотов, в котором не во что верить. Я был уверен, что любовь — это эгоизм, что люди считают, будто влюблены всего лишь, находя в других то, что им нравится, или то, чего им не хватает. Нет, я точно знал, мы любим себя и своё отражение в тех, кого выбираем. А любовь — то, что называют любовью, всего лишь химическая реакция мозга. Если бы ещё полгода назад кто-то сказал мне, что я влюблюсь, я бы решил, что этот человек не в себе. Но когда я встретил тебя, всё изменилось. Как это произошло? За одно мгновение, за несколько дней или месяц? Не знаю. Правда, не знаю. Когда я увидел тебя впервые, помнишь, на дне рождения друга, то понял, что-то в ней есть. А потом подумал, в ней есть всё, что я искал раньше. И нет ничего из того, что мне бы не нравилось. Знаешь, я чувствую себя как на исповеди, хотя никогда там не был. Хочется закурить, но ничего с собой нет. Ты же просила бросить. Новый порыв ветра с такой силой толкнул его в спину, что он оступился. Но это его совсем не испугало. Страха теперь не было. Его перемололо в муку из усталости и сожалений. Осталось лишь развеять его по ветру. Страсть, привычка, зависимость. Я долго не мог понять, что чувствую к тебе, — продолжал стоящий на краю крыши парень. Понял, что это любовь в тот вечер, когда заснул, и ты накрыла меня одеялом. Села рядом и положила голову мне на плечо. Ты думала, что я сплю, но я всего лишь закрыл глаза. А когда заснула ты, взял тебя на руки и унёс в спальню. Ты спала, а я сидела рядом и наблюдал за тобой. Во сне ты особенно красива, Роза. Красива и беззащитна. А я слишком сильно тебя люблю, чтобы позволить обидеть. Должно быть, эту любовь нам подарил дьявол. Я сяду на звёздный корабль и отправлюсь к нему, чтобы защитить тебя. Его тёмные глаза блестели, наверное, от слёз. Но голос стал решительным. Если делать выбор между мной и тобой, я выберу тебя. Почему? Потому что я люблю тебя. В конце концов, все звёзды внутри нас. Твоя звезда сияла ярче других, и я хочу сказать тебе спасибо за это. Кажется, мой корабль уже подошёл. Мне пора. Ни о чём не жалей и будь счастлива. За двоих. Он закончил запись и сунул телефон в карман. Последняя улыбка небу. Короткий выдох. Ещё один шаг вперёд. Прыжок на парапет. Вдох. Маленький шаг вперёд. Ещё один. Выдох. До бездны осталось всего мгновение. Кроссовки выступают за край. В горле сухо. В ту секунду, когда он был готов прыгнуть, пришло новое сообщение. В самом конце хочется остановиться, оттягивая момент неизбежности, дрожащей рукой он вытащил второй телефон. Обычный. И увидел то, что всё изменило. По пустой лестнице изо всех сил бежал парень. Лёгкие горели, сердце бешено колотилось, мышцы в ногах плавились и разрывались. Но он уже не останавливался. Нужно было успеть до того, как случится непоправимое. И он бежал, и бежал, и бежал, преодолевая пролёт за пролётом. Когда он, хватая воздух ртом, появился на крыше, на ней уже никого не было. Только откуда-то снизу кричали, громко, с ужасом. По этому крику он сразу понял, что не успел. Что самое страшное всё же произошло, что это конец. Парень медленно направился к краю, уже зная, что увидит. С такой высоты всё казалось сюрреалистичным, словно нарисованным. И лежащий внизу человек с неестественно вывернутыми ногами, как у сломанной куклы. И игрушечные люди, испуганно сжавшиеся в стороне у фонаря. Крови видно не было. Но он вдруг почувствовал её медный запах. Он встал на парапет, глядя вниз, точно зная, кто лежит там, на асфальтированном дне бездны. Там, внизу, на мокром асфальте, лежал его брат. Он беззвучно заплакал, как мальчишка, сжимая кулаки так, чтобы побледнели костяшки. Собственный кошмар медленно поглощал его. Сантиметр за сантиметром. А ветер хохотал, как безумный, трепя волосы и забираясь под одежду. «Ты следующий!» — выкрикивал ветер. И тогда, чтобы заглушить ветер, парень и сам закричал так, что напряглась каждая жила на его шее. Он звал по имени брата, которого больше не сможет увидеть. Закрывал мокрое от дождя и слёз лицо ладонями и просил вернуться. Когда он спрыгнул на кровлю и упал на колени, красивое лицо его исказилось от осознания внезапной потери. В руке брата была зажата предсмертная записка, которую он нашёл. «В моей смерти прошу никого не винить. Мама, папа, брат, простите. Я больше так не могу». Он не заметил чёрную тень, вынырнувшую из-за коробок. Тень бесшумно скрылась за дверью и понеслась вниз. Потом благополучно покинула высотку и выбежала на улицу. Она долго наблюдала за тем, как вокруг мертвеца собирается толпа, как подъезжает скорая и полиция, как кто-то ведёт брата, чьё лицо кажется мертвенно-белым. Сердце тени радостно ухало. Жаль, что нельзя было подойти ближе, чтобы почувствовать запах крови. Но как же красиво всё сыграно. Кто говорил, что сотворить жизнь — это высшее искусство? Высшее искусство устроить смерть. Тень ушла. В её руках был телефон погибшего. Первый. А звёзды сияли всё так же ярко.